Минский аптек Впервые иезуиты появились на территории Беларуси в 1569 году. Это принятие Люблинской унии. Основное направление деятельности иезуитов – окатоличивание населения. Они усиленно занимались созданием иезуитских коллегиумов, то есть учебных учреждений для юношей. Всех в Беларуси было не менее 16 иезуитских коллегиумов, и при 11 функционировали аптеки. Интерьер аптеки был скромный, а вот ассортимент поражал. Около 900 наименований, большинство растительного происхождения. Был даже свой огород на Троицкой горе. Причем привозили экзоты из Европы, Америки, Африки. Самыми бюджетными были ягоды и травы. И если свой можжевельник стоил один злотый, то зарубежные были в пять раз дороже. От мозолей и мячей не избавлялись асбестом, от кариеса – зубным порошком с кораллами. При изготовлении лекарств использовали 10 видов глим. Готовили с толком и выдавали эссенции масла, порошки на руки. Здесь была небольшая библиотека. Фармацевты использовали книги при изготовлении лекарственных средств. Тогда они назывались диспенсаратурии. Но и были гербариумы. Известный гербариум Сирениуса находится в фондах нашей национальной библиотеки Белоруссии. В 1773 году иезуитские коллегиумы были закрыты. В последующие десятилетия менялись владельцы. Но были все равно наследники вот этой Яна Давина Шейбы. Зеленый свет. Открытие второй аптеки связывают с мещанином-провизором Андреем Станкевичем. На благое дело он получил разрешение от короля. В 1799-м за 40 тысяч злотых приобрел у подканцлера ВКЛ Антония Пшездецкого усадебный комплекс. В одном из флигелей обустроил аптеку. Кстати, вход был в том месте, где сейчас установлен бюст в честь Максима Горецкого. А главное здание мещане хорошо знают как галерею Михаила Савицкого. Детище Станкевича славилась широкой линейкой лекарств. Причем приобрести их уже могли не только дворяне, но и гражданские злои населения. Андрей Станкевич умер в 1816 году. Через 10 лет наследники его продали усадьбу Юрию Кобылинскому. Это известному меценату, литератору, коллекционеру, который считается вообще-то основателем первого музея Минска. Снимаем шляпу. Провизор от Бога Исаак Моисеевич Натансон. Уроженец Вилинской губернии прошел все ступеньки развития и взошел на Олимп. Начиная с помощника в аптеке брата в Вилейке, успешно защитил диссертацию в Императорской медико-хирургической академии Петербурга и стал одним из первых магистров фармации в Минске. Открыл свой медицинский пост в 1867-м и руководил им до самой смерти в 1910-м. Его вклад в здоровье минчан бесценен. К тому времени в городе насчитывалось уже 9 аптек, но уважаемый статус был сильнее конкуренции. Интересно, что по стопам талантливого отца пошла его дочь Татьяна. За период функционирования аптеки она находилась в разных местах. Магистр фармации на Танцон арендовал помещение, но в последнее десятилетие эта аптека находилась в центре Соборной площади, в здании, где располагалось Минское отделение Азово-Донского банка. На первом этаже был ряд магазинчиков, в том числе и аптека на Танцона. Еще одна звезда медицины – уроженец Ковинской губернии, магистр фармации Густав Осипович Габрилович. За его плечами также была Академия Петербурга. Владел аптекой и помогал людям с 1870 по 1901 год. Вначале арендовал помещение, а затем приобрел собственный дом на Соборной площади. Там же открыл первую в Минске химико-бактериологическую лабораторию. Сегодня на этом месте находится Академия музыки. Но судьба сложилась так, что Габрилович перебрался с женой в Москву, став владельцем Петровской аптеки в доме Коровина. А дом продал своему ученику Арону Коварскому. Магистры фармации и на Танцон, и Габрилович, они не только были профессионалами своего дела, но и вели большую общественную работу. Они являлись депутатами Минской городской думы. Помимо этого, вели большую благотворительную работу. Были участниками Минского общества врачей, делегатами Всероссийских фармацевтических съездов. Продолжение следует. Каким было аптечное дело в годы войны, узнаем в новых выпусках. Трудно представить, что когда-то на улицах Минска шли ожесточенные бои за мир и справедливость. Пока отважные солдаты защищали родные земли, на передовой партизаны и подпольщики боролись в тылу. Среди них были и белорусские провизоры. О бессмертных подвигах героев в белых халатах наш следующий сюжет. На вахте здоровья. Ранее мы уже знакомили зрителей нашей программы с аптечным делом 18-19 веков и главными провизорами губернского Минска. Великая Отечественная война стала самой трагичной главой фармации. Район Троицкого предместия. В былые времена здесь находилась вторая больница. В июле 1941-го она стала лазаретом советских военнопленных. Штат людей в белых халатах составлял 106 человек. В декабре 1941-го больницу перепрофилировали в военный лазарет СС. Аптеку при ней перевели на улицу Мопра, придав статус второй городской. Сегодня эта улица коммунистическое. Здание не сохранилось. Рецептар Лидия Густарник и ее ассистент Ева Смольская были активными подпольщицами. Рискуя собственной жизнью, снабжали партизан лекарствами. В декабре 1943-го года был массовый арест подпольщиков. Но Густарник Лидия, ее успели вовремя предупредить. И она сумела еще собрать три подвода медикаментов. В это время она как раз заведовала аптекой номер два. И эти медикаменты были доставлены в один из партизанских отрядов. В партизанском отряде она выполняла функции начальника санитарной службы отряда имени Суворова. Что касается Смольской, Евы, ей, конечно, не повезло. Во время ареста это случилось дома, они прорывали вместе со своей сестрой Софьей. Фашистам удалось найти под кроватью яму, где в чемодане хоронились лекарства, которые предназначались для доставки в партизанский отряд. Это и йод, и медикаменты, поэтому она была арестована, посажена в тюрьму, перенесла массу пыток, но не выдавила своих товарищей. И в феврале 1944 года она оказалась в концлагере Тростенец, где погибла, как и многие подпольщики. Совершенно секретно благородную вахту унесли на улице Советской. Вблизи гестапо находилась городская аптека номер один. У руля стоял студент химфака БГУ Георгий Фалевич. Он же руководил подпольной группой из пяти человек. Среди них была любимая девушка, студентка Нина Ермоленко, и фармацевт Анна Деревянкина. Ребята проводили совещания по операциям спасения, хранили в тайнике паспорта, немецкую печать и другие важные документы. Через связных обеспечивали отряды Минской партизанской зоны медикаментами и перевязочными материалами. В 1998 году на здании, где располагалась первая аптека, установили мемориальную доску. В мае 1942 года происходили массовые аресты подпольных групп, среди которых был арестован Георгий Фалевич. Когда он был арестован, Анна Деревянкина в печи аптеки номер один сожгла все документы, а печать закопала. А затем арестовали и Анну Деревянкину. В 1943 году ее освободили. Она начала работать в аптеке на Сурожском рынке. И затем она снова была арестована, вывезена за пределы Беларуси. И уже после Великой Отечественной войны она вернулась обратно в Беларусь. 15 сентября 1942 года Георгий Фалевич был расстрелян. И в сентябре 1965 года он был награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени. Драгоценную лепту в Великую Победу внесли работники химико-фармацевтического завода на улице Московской. С сентября 1941-го наперекор оккупантам развернули подпольные движения. Первую группу из 16 человек возглавляла Ольга Вержбицкая. Большинство из них были ветеранами предприятия. Второй в составе 14 человек. Руководил Павел Осидовский. Во время ночных дежурств он вместе с охранником Мухоморовым помогали подпольщикам выносить капли на стойке мази на благо народных мстителей. Была такая ситуация, что на склад завода была завезена цистерна с посолнечным маслом для изготовления мази. Члены подпольной организации проникли на этот склад и разрушили эту цистерну. Соответственно, вытекло все подсолнечное масло за ночь. В итоге виновники этого не были найдены. Но уже в 43-м году начались массовые аресты членов подпольных организаций. И в результате были арестованы главы этих групп Павел Осидовский и Ольга Вержбицкая. В феврале 1944-го их забрал Тростенец. О непокоренных героях сегодня молчат улицы Минска. А память о них будет жить вечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова